МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Василий Голубев побывал на нескольких стройках спортобъектов. Крытый футбольный манеж на территории училища Олимпийского резерва готов почти наполовину. Достроить его планируют к маю следующего года. Причем заниматься тут будут не только футболисты. На время ремонта Дворца спорта с сентября следующего года на этой площадке предложат играть гонбольному Ростов-Дону. В Ливенцовском строится крупный физкультурно-оздоровительный комплекс. Первый этап проекта – группы компании «Чайка», искусственное футбольное поле. Вторая очередь – комплекс с игровым залом и трибунами для мини-футбола, баскетбола, гонбола и волейбола. Плюс фитнес-клуб с тренажеркой. Тут скоро возьмутся за крышу и внутреннюю отделку. Ну и третья часть – трехэтажный спорткомплекс с ледовой ареной и открытым бассейном. Должна быть готова к концу 2024 года. В этой части города, очевидно, этот объект придаст новые качества жизни. Поэтому нужно помогать, продолжать, как мы договаривались, сопровождать проект. В этом фокис могут заниматься до 5000 человек в день. Ну а в 58-м лицее стройка только что закончена. С опережением графика обновили футбольное поле, беговые дорожки и спортплощадки. Будут пользоваться обучающиеся дети или… Дети, которые живут в нашем микрорайоне. То есть мы даем возможность? Конечно, возможность всем даем. И родителям соревнования проводим. Ну будем проводить, я имею в виду. Они уже сейчас посещают. Вот мы только открыли 21-го уже, родители здесь были. И дети, и родители. То есть возможность всем. Вот мы утром открываемся в 8 утра и до 9 вечера. В этом году по городу обновят 18 школьных стадионов. С 24 августа по 5 сентября в Токио вслед за Олимпиадой пройдут паралимпийские игры. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Россию представит 241 спортсмен. 11 из них из Ростовской области. Наши будут бороться за медали в легкой атлетике, плавании, триатлоне и гребле на байдарках и каноэ. Вообще у нас из Ростовской области довольно внушительная делегация спортсменов. Поражение опорно-двигательного аппарата попало на паралимпиаду 8 человек. Это у нас пара триатлон, гребле на байдарках, каноэ, спортсмен, плавец. И самое большое представительство – это легкая атлетика. Где-то через полгода, может, когда на первые соревнования попало, тогда уже стало понимать, что действительно получается, и что действительно это не просто занятие физкультурой. Сейчас наши спортсмены на сборах. В Токио отправятся 18 августа. Ливни, грозы и шквалистый ветер до 23 метров в секунду. Такое предупреждение вынес сегодня ростовский гидромет на ближайшие три дня. Правда, точно сказать, где и когда загремит или польется, нельзя. Тут обтекаемая формулировка местами по области. Ну а конкретно в Ростове сегодня ночью малооблачная и 23 градуса тепла. Завтра днем переменная облачность, а ближе к вечеру возможен дождь. На термометрах в тени плюс 30-33. Ветер западный чуть быстрее – 2 метров в секунду. Влажность больше 50%. Атмосферное давление чуть ниже нормой – 754 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин